Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хыван, я вас приветствую на канале Процветок. В конце лета, в начале осени, в середине осени, все зависит от того, в каком климатическом регионе вы находитесь, какая погода, какая ситуация у вас с болезнями, огородники завершают культуру томата. И, конечно же, как правило, в конце сезона остается много зеленых плодов. Некоторые их снимают намеренно, рано, намеренно, чтобы увести их от фитофтора, если признаки болезни уже появились, и не хочется потом выбрасывать ведрами-ведрами-ведрами эти томаты, которые подхватили фитофтороз. Но многие при всем том очень боятся содержания токсических веществ в зеленых плодах томатов. Этим токсическим веществом является солонин, который один из таких, ну, известнейших древних ядов. В Беларуси ягоды картофеля, накапливающие большое количество солонина. С тех пор, как картофель появился здесь у нас на этой территории, называли трутизной, потому что это от белорусского слова отрута, отрава. Да, действительно, крестьяне там все эти истории знают, травились этими ягодами до смерти. И опасаются люди, что, потребляя зеленые томаты в пищу, также получают значительное количество солонина. Так вот, в сегодняшнем выпуске я вам дам три очень простых правила, которыми вы можете всегда легко руководствоваться, и можете быть абсолютно уверены в том, что никакой солонин вам не страшен. Первое правило очень простое относительно зеленых томатов. Если зеленый томат приобрел полностью размер и форму, характерную для сорта, то в этом случае вы можете безболезненно его снимать, небольшое количество времени дозаривать или консервировать вот в таком зеленом виде, он абсолютно не будет вам опасен. Кроме того, никакой опасности не представляют томаты, которые уже начали приобретать характерную окраску для сорта. Это называется бурые томаты. Итак, первое правило, необходимо срывать томаты в том размере, который характерен для сорта. И второе правило, лучше всего срывать томаты, которые уже начали немножечко буреть. Или в этой фазе, если они у вас дозарились, они тоже не являются опасным источником солонина. И еще одно очень простое правило, это ни в коем случае не употребляйте в пищу ни для консервирования, ни для дозаривания плоды, которые не приобрели блеска. Вот если плоды не блестящие, то в этом случае они могут являться значительным источником солонина для вас. Во всех остальных случаях плоды томата не представляют никакой опасности. То есть, вот такой вот плодик томата я потреблять в пищу даже после дозаривания не стану. А вот такой вот плод буду потреблять в пищу, потому что он абсолютно по размеру характерен для этого сорта. Вот такой вот побуревший, начавший набирать окраску плод, я даже могу его съесть прямо с куста. Он не является нисколько опасным. Ну и ни в коем случае не буду ни консервировать, ни использовать иным образом в пищу не блестящие плоды. Плоды должны быть блестящими. Что ж, пользуйтесь этим простым правилом. Будьте здоровы, ешьте томаты без всяких опасений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова